Всем привет! Все мы хотим употреблять полезную пищу, та, которая выросла в экологическом месте, та, которая переработана в чистом заводе и запечатана в безопасную упаковку. В общем, одним словом нас объединяет то, что мы хотим употреблять чистую, экологическую и полезную для нашего организма пищу. Где ее взять? Супермаркеты, рынки, бабушка на стихийном рынке или собственное производство. Разберем все эти пункты, где найти безвредные продукты. Собственное производство – это когда вы имеете грядку или огород в экологически чистом месте и ни в коем случае не вносите никаких химикатов, стимуляторов роста, удобрений или средств защиты растений от насекомых. Только в этом случае лично для себя вы имеете право считать, что этот продукт без химии. У меня родители еще имеют возможность, ну, по крайней мере, они так говорят, что они всегда пользуются экологически чистым продуктом, потому что выращивают свое домашнее. Продукты, купленные на стихийном рынке у бабушки или в селе, полезно это или нет? Мы покупаем у бабушки. Домашнее, оно не очищенное. Которая реально села. Например, корова или коза, которая это давала, была абсолютно здоровой. Потому что там могут быть полностью какие-то домишки, порошок, очень часто додают, крейду. Ну, это что средствую, нужно пить. Консерванты для того, чтобы зберегалася, например, сода, чтобы хороший продукт зберегался. Чашку молока может быть совсем не очень хорошо. И не совсем я вважаю, что можно, возможно, там у нее корова была хвора, возможно, вона до этого принимала якусь антибіотикотерапию, это молоко взагалі не можна вживати. Такими руками вообще доила. Честно, нет. Я слышал от жителей больших городов, что они специально едут в село, находят себе небольшое хозяйство, мини-ферму или бабушку, с которой договариваются, что у нее будут покупать мясо, яйца или какие-то еще продукты. И многие считают, что это чисто экологические продукты, которые ни в коем случае не несут вреда для нашего организма, а только пользу, якобы натуральное села и от бабушки. Но это не так. Вы никогда не можете быть уверены, чем бабушка кормит свою корову и каким дезинфицирующим средством обрабатывает ей вымя. И чем удобряет землю домашнее хозяйство. Продукты от этих производителей мы приняли считать полезными и безвредными. Но подтверждение того, что они экологически чистые и без химикатов, нет. Нет. Потому что наше взаимоотношение с таким поставщиком продуктов имеет сугубо устный договор и не имеет никаких санитарных проверок. Попросту говоря, сертифицировано честным словом. Просто продавец должен быть человеком, чтобы не обманывать. Человеком не обманывать. Продукты, купленные на рынке, полезно или нет? Вся свинина абсолютно здоровая. Можно кушать мясо и не бояться детей кормить. Все нормально. Тут ситуация чуть безопаснее, но ненадолго. Когда продавец привозит на рынок свой сырой продукт, он проходит лабораторный анализ, который проверяет продукт на паразитарные инвазии, а также на наличие патологических бактерий, кишечные группы, а яйца на сальмонеллу. Ставят печать и на прилавок. А дальше неизвестно, что происходит под прилавком. Супермаркеты, эко-магазины. Что они нам предлагают? Полезные продукты или нет? Зерновые продукты, каши, всевозможные. Это фрукты, овощи. Я считаю, что в гонке за продажей соревнуются не производители, а маркетологи, упаковывая продукты в яркие упаковки и в привлекающие слоганы. Сейчас эко-липлет, где можно и где не можно. Типа вкусно, полезно, 7 злаков, фермерское, натуральное и самое главное. Я думаю, что эти все наклейки это полный бред. Чисто-экологичное. Написать можно все, что угодно. Био. Это маркетинговый ход. И органическое. Потому что очень много обмана, и как бы этот значок это просто значок, и ничего не обозначает. И тут мы с вами разберем, что из этого хороший маркетинг, а что действительно полезные и безвредные продукты. Можно это мерить с дозиметрами или что-то такое. Эко, экологически чистые и био – это продукты, которые как бы выращены в экологически чистом месте, без применения химикатов и всяких там средств защиты растений. Продукт хороший. Но в Украине нет такой сертификации «экопродукт» и «биопродукт». И нет такой инстанции, которая приехала проверить предприятие, которое производит псевдо-экопродукт. Экологически чистый продукт не всегда действительно является экологически чистым продуктом. Следовательно, продукт, упакованный с надписью «эко», ничего общего не имеет с экологически чистым продуктом. Это только слова, которые заставляют нас покупать и, может быть, платить за это больше. Там надо смотреть очень-очень внимательно, потому что под маркой экологически чистого продукта скрываются генномодифицированные организмы, добавки парабены и все остальное. Органический продукт. Что же это такое? Полезно или нет? Да, 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 знаю. Как бы мне сложно, я не изучала этот вопрос, мне сложно сказать. Выращивается без использования химических препаратов, также и на основе органики. Навоз, помет и так далее. Органичные – это такие натуральные. Лучше всего брать органический продукт. Дороже, но реально нормальный продукт, чем купить химию, а потом, не дай Бог, загнуться через год, там, какие-то рак, не знаю, какие-то болезни. Прикольно вкусная еда. Как говорит Википедия, органический продукт – это продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также использования иномодифицированных организмов. Да, действительно, на прилавках торговых сетях и эко-магазинах можно найти такой продукт, который выращен без применения химии и в экологических условиях. Но такой продукт можно считать таковым, если у него есть сертификация Organic Standard, а это Евролисток, и сертификация Organic Standard Украина. Только с такой маркировкой вы можете считать, что этот продукт безвреден для окружающей среды и для вашего организма. И последнее. Перед тем, как покупать продукт, убедитесь в том, что он безвреден и полезен. Пишите ваши комментарии под этим видео, что вы думаете об органической продукции. Подписывайтесь на канал Хлебороб ТВ, чтобы не пропустить следующие видео, в которых я расскажу все об органической продукции и как ее делают.